Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. О труде. Это занятие в Потеряевке. Каждое воскресенье я проводил, а Игорь Барабаш записал. И сохранилось немного, 123 занятия. Да, тематические. Какое отношение имеет человек-христианин к труду? Как он должен трудиться? И что говорит об этом Священное Писание? В каждой из проповедей Яна Златоуста до 70 ссылок на Библию. Это в среднем, учитывая, что многое из трудов святителя было утеряно безвозвратно. И мы знаем только то, что успели записать скорописцы тогдашние. Я посчитал, как на грешеском языке, с какой скоростью он говорил, непонятно. Но в среднем 30-35 минут была его проповедь. Мы пользуемся в проповедях не только христианскими авторами, но и сектантскими, и языческими, если они соответствуют истине, и если они говорят по делу и правильно. Даже народные пословицы и поговорки визъясняют многое по теме. Почему наш детский лагеристан называется не игровой, а трудовой? Хотя есть и отдых, и игры, он не монастырский, хотя есть многое, что вполне подходит и под монастырский устав. Лагерь детский, но в нем живут и трудятся и родители, и прародители. Уже в раю, до грехопадения, Бог, сотворив человека, дал ему заповедь, трудиться и владычествовать над всякою тварью. Бытие 2 глава. Ибо Господь Бог не посадал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался из земли и орошал все лицо земли. Человек охранял, не возделывал, но наблюдал за всем. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. После грехопадения заповедь усилилась. Бытие 3 глава. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голосы жены твоей и ел от дерева, на котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклятая земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчцы произрастите на тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твой будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, с которой ты взят, по прах ты и в прах возвратишься. В поте лица. И все божьи люди всеми силами постарались это исполнить. Работать нужно желанием. Любую негреховную работу делать. Уважать всех, кто делает так. Только злодеи у насмехаются над трудящимися. Клички, колхозник, деревня. Притч 12 глава. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Притч 13 глава. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. А она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Добывает шерсть и львов. Дальше, что она делает жена, как она работает, это можете прочитать. Вот пока я задерживаю. И дальше. Она с охотой работает. Этим и цена. И назову тебя Зоренькой, только пораньше вставай. Придумали награды за труды. Были дважды герои труда. Четырежды героя труда. И ни одного в стране не было. И только героем войны был один Жуков. Трижды героев были три. Кожедуб, Покрышкин, Брежнев. Про Леонида мне казалось, что он имел доступ до ящика. И ложился в эти железки. И сколько зацепится на костюм. Все его. Если у тебя есть помогающий, то обращайся с ним достойно его труда. Накорми, Еремея. Горе тому, кто строит дом свой неправдую. И горнется своим беззаконием. Кто заставляет Брежнева своего работать с даром. И не отдает ему платы его. Вовремя выдай получку. Апостол Павел изготавливал палатки. То ли из шерсти, то ли из кожи. И трудился день и ночь сам. Как наш батюшка. Таких батюшек единицы. Чтобы все делал своими руками. Деяние 18 глава. И по одинаковости ремесла остался у них и работал. Ибо ремеслом их было делание палаток. Первое корнефяно. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят, мы терпим. Ефесяна 1 глава. Перепослание. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить никого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Делать свое дело и работать своими собственными руками. Как мы заповедовали вам. Стараться, а не бы как работать. Не чужими руками, а своими. Не руки в бока. Во время работы не разговаривать. Кто разговаривает, тому щепу в рот. Проболтали россии на площадях, говорит Бунин. Второе писал Никитцам. Завещиваем же вам, братья, именем Господа нашего и Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлебодаром, но занимались трудом и работали ночь, и работают ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы из себя самих дать вам образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых вещевами мы убеждаем Господом нашим и Иисусом Христом, чтобы они работают без молови и ели свой хлеб. Сверхосьмая глава. Не обижай раба, трудящегося усердно, или не наемника, преданного тебе душою. Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе. Кары-кор, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. Занимай раба работу, и будешь иметь покой. Ослабь руки ему, и он будет искать свободы. Ярмо и ремень согнут вы и вала, и для лукавого раба узы и раны. Употребляй его на работу, чтобы он не оставался праздности, ибо праздность научил много худому. Представь его к делу, как ему следует, и если он не будет повиноваться, наложи на него тяжкие оковы. Когда внимательно будем читать Библию, то толкование требуется самая малость. И когда люди говорят, что они имеют Библию, то спрошу, любят ли они ее. Если все читать в этой чудной книге, в этом откровении Божьем, то не всем профсоюзным деятелям понравится написанное в ней. Тут ни о каких забастовках не говорится. Могущие работать, друзья, ядущие хлеб твой, да они сидят праздно. Кто приехал в гости, пользуйтесь моментом. Далим выспаться с дороги, быстро переоденьте их и на работу. Читал о Форде миллиардере, который приехал на завод свой и увидел советских инженеров, приехавших на практику. Я сразу же спросил, а что это за делегации? Немедленно выдать им спецовки за работу. Они приехали учиться, а не болтаться. Пусть и учатся. За хождение по цехам никто не платит здесь. Они должны уметь все делать, когда домой вернутся. Капиталист. Как научил коммуиста? Чтобы получить диплом зоотехника, ты должен окончить заведение и спрятать диплом. Знания твои примени на деле и получи дипломы по всем специальностям. Как умеешь их применить на практике? В дояр, скотник, механик. Придешь и квалификационная комиссия будет решать. Так и врач. Может она забрана купила диплом и теперь портит людей. Там же порядки такие, что из одного штата переехал в другой и нужно снова все экзамены переиздавать. Доказывать, что ты не поддельный, а настоящий хирург. На месте нужно проверять. И думать, что это правильно. Ярмо и ремень согнут вы вала, и для лукавого раба узы и раны. Пока хозяин здесь, он работает, машет руками. Но когда хозяин ушел, он сел и сидит, перекур на неделю. Не стыдись вот чего. Из лицеприятия не греши. Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и завета, и суда, чтобы оказать правосудие нечестивому. Споры между потоварищем и посторонними, и предоставление наследства друзьям, точности в весах и мерах. Много ли, мало ли приобретаешь, без пристрастия в купли и продажи, и строгого воспитания детей, и окровавить ребро худому рабу. Если ты стыдишься худого работника выгнать, то ты и есть бессовестный, ибо вопреки Библии поступаешь. Приехал гость, отоспался, накормил ты его, и вижу, он полдня в деревне болтается. Почему ты его не заставишь ничего подделать? Сади его в яму, и пусть копает погреб. Приехали в гости, хозяин отлучился куда-то и не дал работы. И вот он стоит, руки между ног заложил, стесняется. Видишь щебень, тащи. Четыре года прошло, и что построил? Настоящие кельи рубили, и в один день иногда успевали. Не то, что сегодня, как доминушки, впритык брусья кладут. Тогда вырубали в паз, в жёлоб. Работа должна приносить удовлетворение, радость. Её нужно делать быстро, чтобы она не наскучила, не надоела. И качественно, чтобы не переделывать. Так, чтобы оставалось время и для духовной жизни. Чтобы не заболеть от работы, чтобы поясницу не сломать. Не нажить бы грыжу. Исход. И египтяне жестокостью принуждали снова Израилев к работам, чтобы жизнь не была горькой от работы. Дальше. Исход пятая глава. Они сказали ему, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте, каждый из вас, на свою работу. И сказал фараон, вот народ землей сии многочисленный, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам, дал над народом и надзирателям, говоря. Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе соломы, а кирпичей наложите на них тоже урочное число. Какое они делали вчера и третьего дня? И не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему, дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа, и надзиратели его, и сказали народу. Так говорит фараон, не даю вам соломы, сами поедите, берите себе солому, где найдете. А от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской, и собирать жниво вместо соломы. Представники же понуждали, и говоря. Выполняйте урочную работу. Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзиратели и сынов Израилевых, которых поставили над ними представники фараоновы, били. Он дальше посчитает, я пропускаю здесь, это большой, вообще не отрывок. Так. И нести надят работы, и чтобы храм не сонливость нести, а бодрый дух. Нахватает больше глаз, огородов, дач, и бузует всю неделю. Потом придут в церковь и спят, как лошади в упряжке. Работать нужно, как хозяин, чтобы нигде не валялось ничего, не пропадало. Ефт. Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, приезжающих в гости не делайте нечестивыми, заставляйте их работать в полную силу до вечера. Выходит человек на дело свое и на работу свое до вечера. Подавай в том пример. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работали, работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы из самих себя дать вам образец для подражания нам. Это мы читали уже. Да. Не отращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего. Трудно работать так трактористом, шахтером. Когда я смотрю на их работу, а я всю жизнь работал на стройке, то мне кажется, что я еще и не работал. Не забывай читать Библию и духовную литературу. Впереди было сказано, когда были бы у вас что дать, то что мы хотели, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы говорили у вас... То завещали вам все, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Церахов. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? Добыть мудрость это со многим потом и трудами. Работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, то пусть будет пускай. Так нужно работать, мы дружно давай. Федор Амулевский. Не ради вечного покоя стремлюсь я, Божий, к небесам, хотя изреди земного зноя и тяжело моим рукам. Но труд твою духу наслаждение, и он приносит мне с собой святое сердце утешения, и в нем твой раб нашел покой. Это песнопение поется, Бабкистер. Один день из семи в неделю, а именно восемь в субботу, для нас это воскресенье, заповедано оставлять для Бога, для души. Второзаконие, 16 глава. Не занимайся, работаю. Самый лучший вид отдыха храм и лона природы, чтение божественных книг, посещение больных, умерших и заключенных. И всему этому нужно понаучить детей, привязывая их к опыту старших, как молодые деревца. Когда мы видим детей, то еще не знаем их, но вот прожили день-два и видим, что девочка уже в 11-летнем возрасте еще и картошку дома не чистила. Стал говорить с ее матерью. И она, а я сама вышла замуж, ничего не умела, потом научилась научиться. Ох ли, а если бы ты вышла замуж и уже умела, что, разве это было бы хуже? Считаешь, тебе повезло, муж ленивый попался. А если бы более активный, посмотрел бы, что ты на обед и на ужин одну яичницу готовишь, то могла бы и к матери поехать поудоучиваться. Мамки рядом-то нет, ребенок твой бегает, носки ты ему не связала, лошадь 2-3 года ей, и уже можно за ней выездить, а человек до 16 лет еще ни к чему не готов. Почему? А для того, говорит Яна Москаменский, чтобы ты не употребил дитя на работу. Это время для учебы дано ему, и он должен учиться всему важному и полезному. 10 лет учимся тому, чтобы пойти куда-то учиться. Потом 5-6 лет будет специально приобретать, к примеру, строительный институт. Это тоже надо учить, а не просто клади одно дерево на другое. Строят злодейские, перепиленные несущие балки, наполовину, чтобы заподлицо получилось сверху. Для чего? Сделать не успели, а уже трищиты валятся. Благо, хоть строителей в тот момент падения стены не было. Потом они содрали деньги и бежали. Вот пример, как не надо строить. Однажды в одном государстве жил добрый молодец при начале восстановления поселения. Выкопал подвал, жена наварила 58 литров доброго варенья. И он, ухарь молодец, даже ни разу не проверил уже сгнившие полки. И все это сокровище для зимнего желудка рухнуло в кучу малу. Ладно ли, говорю, а почему же ты не учился, не работал? Мальчик превращался в юношу и настоящего русского мужика. Или в дурака. Что же ты дальше-то недоучился? Как сохранить все, как умножить, как домострой нас глупых учит? А всего-то ничего нужно было смотреть, учитывать. За один гвоздь стоит ли одно у другого? И не купишь такого, а если он достал, то готовят с уксусной эссенцией и со всякой пакостью. У тебя же все это было экологически. Насколько возможно чистым? Значит, строительному делу все-таки надо учиться или присматриваться. Переселенцам новые большие сосновые балки привезли. И что же они умудрились? Сделали как? Расклистали это сокровище на столбы, а на балки положили гнилушку. Столб любой будет стоять и гнить в земле, а балка ни дня не стоять не будет. Это тебе живая могила. Все будем списывать на прориски вражеской силы. Или немного на себя возьмем, укорим себя. Что не случилось? Худо быть не ученому, как топору неточеному. Конечно, святые мужи во всем просматривали козни темной силы. Обрушили строительные леса при приемной комиссии и сразу же записали злобую дьявола, смерть на святых. Афанасий Афонский. Погибло 6 человек. И Афанасию не лучше было со всеми строителями. У нас бы за это дело инженера по безопасности посадили. Инженера. Не отсоединили большой транспортер, а на корпус пробило, и человек 15 пострадало, человек 6-7 насмерть, а остальными прокурор будет возиться. Писали, что министр по технике безопасности в Узбекистане собрал 300 тысяч рублей из того, что отпускалось на перчатки, на респираторы. Сколько людей отравлялось, поражалось из-за жадности. Афанасия Джалилова, расстрелянного позже. Работника нужно беречь, и к этому приучать ребенка. Лагерь называется трудовым. Постоянно учи труду ребенка. Лев Толстой говорит, все, что есть во мне, 50% из этого я получил до 4-х летнего возраста. Я бы до этого не додумался сам. Самое главное, нужно научить порядку и дисциплине. А что он может делать, такой махонький? Он может делать уже что угодно. Святой Марин, христианин, заставляли копать землю. 14 октября. Сильван. Все рудники, все рудники, раньше было так в деревнях жили, что на зиму мужики уходили на работу в город или в извоз. Чем вы думаете зимой заниматься? Разводи нутри свиней. Вечером смотрю, и вот один в двор заходит половина стада, а у другого нет ничего. Другой целую ферму свиней держат. Григорий Печерский приговорил воров к работе, и они у него работали. Необходимо молиться, чтобы таланты Григория были шире. На практике в России. 28 июня, Харитон. Без дела и один час губителен. Постарайтесь сделать запись того, что делали за лето. Найдется ли один час безделя? Смотря по тому, что тихо было летом, а осенью к четыре руки начинаете стучать каждый и готовить к зиме. Значит, что-то не доделали летом? Хоть на кинопленку снимают таких тружеников. Умели советские шахтеры по 114 тонн давать. Мне пришлось всю жизнь работать на стройке. Силы особой не было никогда. А выработка на печах и настилке полов и других работах достигала 280-300%. Харонометристы специально были присланы из треста и записывали мои передвижения. И работаю в течение определенного времени. Видят, что я пошел и всегда несу что-то с собой. Зачем? Затем, что через неделю мне тут быть. И потребуется и лестница, и эти доски. Пока другие будут их искать, я уже давно это принес. И руберу я тут уже припрятал, чтобы окна забить сразу же. А другие будут жаловаться на прораба, что сквозняк бюллетенеть по полмесяца. А мне некогда болеть. Я не профсоюзный деятель. Перекуров ни одного за год не было. Заходит сторож. А почему ты не ушел домой? А сколько времени? Да уже шесть. Вот тебе и на. А что же мне никто не зашел, не сказал, что день кончился? Тут я один, и потом без отдыха работаю. А часов никогда не было у меня. Нам нельзя было не научиться. Отец инвалид был войны. Отец был инвалид войны. И потом мы здесь заботились о подножном корме и самоокупаемости. И чтобы было что ежемесячно посылать к отцу с матерью. И еще всегда был нищим подать вовремя. Амруси Медиаланский. И после его смерти пять епископов едва могли совладать с его работой. Просмотрите, как наш батюшка работает. Вот мы крышу покрываем шифером. Трудное дело идет. Подозвали проходящего мимо отца Якима. Он посмотрел. Да некогда косить надо жеребцу на зиму сена. Но говорил его. Еще приблизился к нам, и сходу хватает лестницу. А что вы тут зря стоите? Тут же берет шиферину, толкает ее к нам. И уже четыре штуки закрыли основную дыру. Ушел батя-тятя, и нам легче по готовому. А то привыкли только руководить, руками водить, мух гонять. Не стал приглядываться, а сходу и в атаку. 18 июля Памба. До изнеможения всегда трудился. А у нас так? Даже если маленький чиннуша, то не только он, но и детей воспитывает на должность паразита-потребителя. Дочь Жирокфеллера, миллиардера США, получает от родителей только за половину. За обучение в университете. А остальное она сама заработать должна в течение лета. Или шьет, или мыть машины, или в ресторане на обслуге. Это ей не лишний будет уметь что-либо делать. 3 декабря Иоанн Молчальник. Никому лишнего слова не говорил. Скрытный человек. Застегнут на все пуговицы. По нашим меркам, только бы в партизаны. Савия Священному, этот молчин по душе пришелся. Работать без отдыха. Не было более зря языком. И когда возникла крайняя нужда, чтобы иметь своего священника, то он предложил епископу на рассмотрение эту кандидатуру. Ну вот, после первого же собеседования, выходит Иоанн с епископом, и святитель развел руками. Ничего не поделать, не подходит кандидат. Сава же уже видел Иоанна пресвитером. Думал, что это-то, конечно же, положительно будет влиять на положение в веренном ему монастыре, где давно смутяно отравляли духовный климат. И вдруг такой-то квалифицированный отказ. Негоден. Как же так? Выговорил это этому послушнику. Как же так можно было скрыться? Ты молчал. За тобой вот числится грех, что ты негоден оказался. Да мне Бог и не открыл, что ты за птица. А епископ на исповеди или просто в доверительном разговоре узнал, что Иоанн это епископ, который оставил свою кафедру, и вот теперь трудится на стройке. Подает кирпичи братья. Из епископов священники еще никто не рукополагал. Никогда. Вопрос. А разве можно оставлять свою паству и уходить тайно, бросив на растерзание волкам свою паству? Думаю, что не прав был этот Иоанн, и этого делать никак нельзя было. Может быть все вышли из-под его руки и перестали вообще слушать своего предосвященничего. У нас еще такое в деревне начинает заводиться. Непроверенное покупают из заезжих по знакомству. А это может быть ворованное. На это у нас особая заповедь в куставе, что это должно быть конфисковано сразу же. И без благословения священника научились принимать самостоятельные решения. И потом оказывается, что это, но недоброе. Все приобретенное без благословения часто гибнет. Святой Пахомий повелел сжечь 500 рогож, по-нашему, ковриков, и только потому, что без его благословения были они изготовлены. И вот как это случилось. Краткая история этому случаю. Приходит он к настоятелю монастыря и спрашивает братьев. Как дела? Всем ли довольны? Все отвечают. Да, премногоблагодарны. Дайте Бог здоровья. Отче святой, благодетель ты наш. Но тут все это обеднюю испортил молодой зеленый инок. Отче, в обед мы горяченького охота. Как, разве вас не готовят? Да нет, давно уже и столы не накрывают. Все подвиг творят усиленные. Так у вас же специально 9 поваров. Они что, умерли? Тогда старший шеф-повар решил прояснить картину. Так никто же, отче святый, не заходит даже в столовую. Мы готовили, а братья не вкушают, а постятся дофинники сырые с водой из ручья. Ну ладно, мы будем готовить для этого, ну ладно, мы будем готовить для этого отрока. Прошел месяц, и заботливый основатель монастыря, блядя порядок, снова инспектирует, веря на ему Божие заведение. Ну как, братья, всем ли довольны? Как спасаемся, православные? Все нормально? Да, эти цветы, вашими святыми молитвами, спасите Господи. А этот зеленый опять руку тянет. Ну что, Миша, доволен теперь? Да что, ой, святый, горяченько был обед, хотя немного, а то у меня болит сильно в желудке. Я с детства не домогаю, у меня гастрит. Как? Разве я не говорил, чтобы обед был всегда? Поворачивай, почему же вы так небрежны? Почему вы не выполнили моего приказа, наказа? Чем же вы, прости Господи, занимались-то? Так мы готовили, батюшка, и никто не ел. Ты, брат Михаил, ел в столовой эти дни? Да, ел, но это было только три дня, а потом перестали готовить, опять холодное все, и ничего более. Мы оставили еду, но братья наши подвижники. Им это не нужно вовсе. Никто больше не заходил даже к сктовам, но мы и перестали готовить. Так, а чем же тогда занимались весь месяц? Мы рогожи плели, и вот теперь на складе прибавилось на 500 штук рогож больше. А это, если даже по 100 рублей, и то на 50 тысяч. Нам деньги для строительства и восстановления храмов нужны. Мы без работы очень не сидели. Вытаскивайте все на двор. Вытащили. Давай спички сюда. Это все неблагословенное. Так, может, лучше бы простить, или все-таки продать, а то сжечь. Был ли в этом же монастыре подобный случай? Никто не записал на диктофон. Видя, как высоко поднимается черный дым, все тысячи монахов могли видеть это аутодафи, запрещенных циновок. Кто-то криво охмылялся. Вот, я же говорил вам, тоталитарный деспот наш Пахомий. А вы вам все не нахвалитесь им. Трубу такое сокровище пустил невежа. Был и еще подобный случай здесь. Хороший портной пошел в соседнюю деревню и там сшил, и принес весь заработок, и отдал бригадиру. Но тогда, когда Пахомий узнал, что эти деньги велел спечки сжечь тача же, чтобы не числился такой доход в церковной копилке, своими руками жгли это и впредь, чтобы даже не именовалось такое самовольство. Можно даже представить, как потом обсуждался этот проталитарный поступок Пахомия. О, старый сума вовсе спятил со своими святошими ханжами деспот Самодур. Люди-то с такими же были характерами, нисколько не лучше нас, грешных. Валюта горит хорошо. 19 января. Макарий египетский или великий? С приставкой «великий» в истории христианской церкви всего только 11 человек. 17, может быть, даже потом добавили. Получается, на два столетия один человек встретил как-то один идолопоклонника, несущего бревно идола. Монах, который встретился с этими язычниками, спросил его «ну что я дал поклонник, несешь свою мерзость?» То, долго не думая, развернулся и свырял с шабашкой по ногам его, переломил и бросил его. Следом попался Макарий и сказал «спасайся, трудолюбец!» Удивился трудяга, почему же так ласково о нем отозвался монах? А вот впереди шел похожий на тебя, и он меня обозвал, я его покалечил, лежит еще и кричит. Поговорил с ним Макарий, не обратит ли его Господь? Потом, может, вместе понесли благовестника ревности и ревенителя благочестия. Если человек трудится и вроде бы делает дело неодобряемое, но он же не табак выращивает, и нужно брать примеры для подражания, как правильно поступать им. Читаем, 19 января, Макарий Александрийский. Когда есть праздность и ленность, то без туризма зовет странствовать. Тогда Макарий по пустыне носил мешок с песком. Стрезал его монах и за уважение к нему стал настаивать, что помочь ему донести мешок. Но он не отдал, сказал «томлю томящего меня». 1 января, Василий Великий, постоянный труд. Вот еще один из приставков Великий. Был и Ирод Великий, Петр Первовеликий. Но это мирские звания, как устроителям государственных дел земных. А святые – это подвижники духа, гиганты мысли и воли. Нам трудно отстраниться от мысли, что на суде Божьем будет что-то по-другому, будет независимое расследование Божие, не по нашим сценариям жития и канонизации. Мы уже тут свой труд вложили, распределили, кто и где будет вечности. Но вот о Василии Великом единодушно восточная и западная часть церкви свидетельствуют, что он велик в ревности, в желании чистоты для всех, в желании достичь блажеланного Иисуса. 1 сентября Симеон Столпник услышал «Копай глубже, был голос с неба, без труда не достигнешь». Это не только к Столпнику, глубже в рассуждениях, разговорах, в исследовании Библии, понимании жизни. У старообрядцева, один из самых почитаемых святых, Паисий Великий, 19 июля, считает, что он может из того света и из ада преисподнюю вытаскивать и определять погибшие души. Бог знает, так ли это. Но вот в житии о нем говорится так. Общий труд был у монахов. Все время совершенствовались монахи. Курсы ли повышения квалификации были у них, или в командировки по разным монастырям ходили, но трудились на удивление и на подражание к нам не идет. Такие мы все немощные, хлипкие, гнилые. В рукоделии они опознавали различное и все глубже. Стыд, когда смерть внезапно застанет праздным. Их смотрели за тем, чтобы ни один никогда не был занятым. Ничем не занятая душа, хорошая кузница для сатаны, говорил Мартин Лютер. Ефимий Великий, 20 января. Миряне трудятся, не тем ли более монахам нужно трудиться. А сегодня расплодили такой паразитизм в монастырях, приходах, особенно в епархиях, управлениях, столовые, взапашистые. Столько причандалов расплодили. Все молодые, сытые, гладкие. Один к одному физиономия лоснятся прямо-таки. И понастригли их, как баранов и козлов неженатых. Прибыли никакой ни государства, ни демографии. Ни церкви. Поношили рукава ширину два цыганских платья. Бродят один за другим, безделие взнывают. И как тут не быть красноте губ от вина. И голубизне, обногоспания, пресвящения епархиального. Да еще тут епархиалочки порхают закулисные, прискромно. Ожидая, когда бы и матушки продвинуться. Сегодня уже не 37-й год. Видят языческое шатание, мотание бездельное из помещения в помещение. И как сладко тем, кто к епископу, к телу его приблился. Тут же целая система знакомств и выслуживания. Труд потерь приходится. Закулисно-то махинации сколько нераскрытых. И почему бы архиерею не потрудиться? Да нельзя бы жезл. Да не разогнать бы весь этот паразитизм. Чтобы не соблазнять своих товарищей коммунистов. У этих таких спецстоловых сегодня мало стало. Все богатство и паразитизм свалились в церковь. Приехал тут корреспондент. Он был жил в монастыре. Там уже около 400 человек набрали. И только 100 из них заняты. А остальные так катятся. Не взыщет Бог, что ты и одежду не ткал, и хлеб не выращивал. Жил, хижню себе не построил. А у каждого все это есть и даже с двойным дном. Кто же обещался дать царством цыганам и вырожденцам? В Стаглаве неоднократно говорится о том, как много людей находится в монастырях только ради покоя телесного. Чтобы только не работать. Монахам тем более нужно трудиться. 5 января самосвященный. Пылел в день 10 корзин. Наверное, это очень много, если житьян останавливается на такой цифре. Трудолюбие его поражал летописца. Примерьте это к себе. Скорость. 14 ноября. Юстиниан царь. Дядя его пришел из Болгарии в одном тулупе. Бедность. Благодаря дарованию и трудолюбию стал царем. Анин. 18 марта. Воду носил в специальном малом сосуде, чтобы чаще ходить. Ленивый старается больше захватить, потом на спину сжалуется. 3 мая. Феодосий Печерский. Прял шерсть. Вроде даже вовсе уже не мужская работа. Готовил нитки для переплета. 29 марта. Марк Пещерник. Копал могилы под землей. Эту работу у нас знает только Виталий. Он с нами рыл вместе подземные ходы здесь на 10 лет назад. Это наши катакомбы местные. Из земли носил Марк на своих плечах из-за дня в день как настоящий шахтер. 25 сентября Сергий Радонежский дожился. На день ничего нет, но монахов тоже из заначки на черный день, а у их настоятеля не было запаса. Очень уж серьезно воспринимал устав монастыря. Пошел узнавать, кому что нужно сделать, чтобы на еду заработать. Один сказал, что крышу покрыть надо. Прихожку сени сделать надо. И тот работодатель дал ему заплесневелые сухарики и ел с удовольствием серьги, и изо рта шла пыль от плесени. И прочие монахи не устыдились, не побежали свои кели, не раскрыли свои тонички с сухариками, если они были. Но стояли и смотрели на рот дорогого авы, как сизоватое облачко пыли превращается в стриптоцит, на раны черствости и лицемерия душ монашеских оседающие. И о какой святости они молились всю жизнь в затворах. Сделал сени монаху заплесневелые сухари. Где мы что-то взяли, нужно отдать или отработать. 1 мая Панфути Боровский. Плетение рыбных сетей. 23 января. Геннадий Костромской. Выкопали 4 пруда. Даже сказать страшно, как это, когда не было ни бульдозеров, ни эскаваторов. И как они земли носили, и как далеко, и глубокий был пруд, сколько было братьев там. Мы тут чуть пруды почистили, хороший запопался машинист, бывший главный инженер Мик Холоны. Жил он тут почти 2 недели, рыл. И то пруда даже одного не получилось пока. Мы тут в первом еще году, в 1991, носилками снимали первый верхний слой земли и уносили его в лес. Потом два бульдозера американских наняли. Они тут две горы нарыли с земли за день. Когда начали жить здесь, то за огородами по лесу шла дорога. И низко растущие сучки шабали сена. Нельзя было проехать. Мы с братом взяли лестницу и спилили вокруг дороги все сучки. Расчистили дорогу и теперь там в свободный проход. Братья в монастыре занимались пчелами. Ленностью дьявол с живым в ад сводит, говорил преподобный. Геннадий Фаст рассказывает, что за 10 лет у него на исповеди побывала еще не одна сотня женщин. И многие жалуются, что дети непослушные. Что она ушла без благословения, замуж и вот мучается. Но когда он пытался достучаться до их сердец, что они ленивые, не занимаются своими детьми, то все в один голос утверждают, что они трудятся день и ночь как пчелки. И одной ленивой в об всей округе нет. Но когда случится на дому побывать у такой пчелки, то там часто бык рога и копыта слобят. Обращаясь к слушателям, вижу, что вы и тут все внимание на ваших ненаглядных детей обращаете. Ничего не записываете. И зимой у вас занятий тут нет. Наилучшее доказательство, что вы очень ленивые и самонадеянные. 17 июля, Леонид. Три канала выкопал на 2 километра. Не канавы, а каналы. Не надо понимать, что там теплоход Русь мог развернуться. Ширина все равно была 3 метра, а глубина хотя бы 2 метра была. А у нас от дома не могут воду отвезти после снеготаяния или дождя. Им все затопляет. 13 января. Елиозар Анзерский. Чашки делать умел. Они хороши из дерева яблони. Нам бы тут озолотиться можно. Столько старых яблонь приходится пилить. Базар бы завалили. Ставил их на пристани и бартер. Люди брали эту продукцию и взамен склали ему необходимое. 28 декабря. Игнатий. Плел лапти на обмен. А у нас тут и на обмен нет ничего, кроме одного, что в день навозил. 4 октября. ОМОН. Навозил. На навозе. На навозе. Наклал. Оправлялся. Я понял. 4 октября. ОМОН. У одного хозяина монахи просили верблюда привезти в воду. Тот пожадничал. И так случилось, что волк сел в тяговую силу. Так и у нас. Один с первого года держит коня и другим помогает. А другой живет уже пять лет и все выгадывает, чтобы поменьше трудиться. Не косить бы траву на сено. Не держать неприбыльную скотинку. Спрашивал даже, что же не завидишь лошадь. Отвечает. А зачем? Не надо. Я у дяди Павла или у дяди Пети спрошу. Вот так добытчики благословений Господних. Вот так добытчики благословений Господних. В стоглаве неоднократно говорится, что блажение давать, нежели брать. То куда нанесем? Порвал хомут. Не просолидолил ости леги. Отвечает, что лошади боится. Лукавое племя. Чужую не бояться, а свою он боится. А я думаю, что Бога не боится. Тот всего боится. И волк сел верблю до того, если он только для себя жадина. 23 октября. Лорион. Такой совершал подвиг, что будто бы его только что начал. Не по-нашему. Ой, я столько лет уже трудился, мне бы отдохнуть можно. Описание говорит Галатов 6 глава. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем. Добывал издалека и приносил вязанку дров заломать хлеба. А у нас тут столько дров, сколько вязанок можно было бы своим даже продать. А наши немощные кандидаты наук выкупают за 20 километров или возят им. Все, пора бы завалить на продажу. Но пусто за кромах. Нам некогда, мы молимся за оконянный гречный мир. Там стахановцы, им надо много. А нам и пол сухарика. И пол пескарика хватит на ужин. Пораньше вставайте. Приходишь в 9, они все еще лежат. Нужно вставать не позже, как в 20 минут 5 утра. Молиться надо, не торопясь, утром и подольше. 15 мая Пахомий. 11 тысяч монахов было у него. Как они пели? У него 15 спортных. 6 кузнецов, 4 пастуха, 10 ночных сторожей, 10 переплетчиков. Веревки плели. Один с веревкой в руках умер. Так и похоронили с веревкой. И вы не могли из рук ее изъять. На боевом посту скончался. Сошел с дистанции. Видимо, сидя на земле, плели канаты. И потом они не могли после смерти свести руки и ноги. Или не сразу схватились этого работника и трудолюбца. Или так уж давно все захрясло. Возраст был преклонный. Кости не дали свести ноги. 17 января. Антоний Великий. Подражал великим в труде. Где что услышит, тем и подражал в труде. Услышал, что кто-то 15 дней не ест. Он уже и там принимает опыт. Услышал, что сосед 10 веревок плетет. А у него пока только 3 получается. Хотя не отдыхает, вроде бы и торопится. Пошел, побыл, научился и другим опыт передал. Теперь уже 20 получается в день. 18 января. Илья Пустынник. Забвение. Леность. Похоть. Губи человека. 11 декабря. Данил Столпник. Увидел, что местность суровая. Холод, дождь. И понял, что место было удобно для спасения. За нашего батюшка, отца Якима будете молиться все еще и после его отхода с земли. Где бы многие из вас сегодня болтались, но благодаря тому, что 14 января 91 года он слез на разъезде под Степной. Со своими корзинками и инструментами. И начал восстанавливать потерявку. Вот здесь бы вы сегодня сидите и спасаетесь, любезные. И все это благодаря Ему. И перестройка, вы не были голодны. Голодны. Все у вас было тогда и есть сейчас. 1 апреля. Мария Египетская. Человек не спасет человека. Если он не усыпно, не спасет себя. Батюшка за всеми не усмотрит. Но над душой твоей ты страж будь не усыпный. Без труда не вынешь рыбки из труда. Терпение и труд все перетрут. Пословицы очень хороши для христиан. Отучили молиться, отучили трудиться. Скорость рук и ног японца, работающего в 6 раз выше нашего. Пиши, брат, а то вы думаете, что раз потеешь, значит уже предел возможностей. Как бы не так. Читал, что работающих на автозаводе, где дверца машин прикручивают отверткой, спросили, можно ли еще быстрее. Ответ получили нет. Дальше только смерть. Русские же говорят, от работы кони дохнут. Почему-то ни у кого не дохнут, а наши лошади жить не хотят под нашим руководством. Работу дураков любят. Это уже чисто советская наработка. Чисто гулаговской начинкой и блатным воровством в законе. Дурак же работы не любит. Тит, иди молить. Тит, иди молотить. А, я понял. Брюхо болит. Тит, иди кашу есть. Где моя большая ложка? Раньше работников хозяин набирали за столом. Он приглашал из биржи труда, садил за угощение и смотрел, кто как есть. Так и работать будет. 1 сентября. Это говорил я 1 сентября в 96 году. А дальше я добавил 2 стихотворения своих. Просчитай. Согрешили правцы в раю. Теплое местечко потеряли. Быть рабом отныне королю. Оглашенный за райскими дверями. Просто так. А было так вчера. Хлеба, мяса, соли не добудешь. Ева, не ленись. Вставать пора. Праздники переменить на будни. Труд и пот на захождение солнца. И везде терновники волчцы. Поначал не высунешь и носа. Что же вы наделали, отцы? Позавидуешь деревьям и растениям. Через корни, через листы к витаминам. Звери, скот едят подряд без лени. Нам же труд не разгибает спины. Через рот вращают нас создатель. Заставляя думать о потере. Потрудись на самобранку скатерть. Помолись и получи поверье. Пустота в желудке через сутки. Ненадежное хранилище живот. Накормить жену, детей. Минутки душника свободно не найдет. Утирая пот, присядь устала. Чуточку закату отдохни. Сколько не хватай. Все мало-мало. Для себя, на взятки, для родни. Не насытишь жадные утробы. Приставов, милиции, судей. Крохоборы, высочайшие пробы. Кто не трудится, Таким он был и будет. Труд до пота на земле и всюду Может даже стать благословенным. Жадность, зависть породят Иуду. И дела, и дела, не золото, а сено. 30.05.2003 год. Игла. Еще одно. Научите меня торговать. Максимальную выгоду выжать. Под проценты веранду, кровать. Подыть бы телегу и лыжи. Ничего у меня пока нет. Ни коня, ни толковой посуды. Наварю из картошки котлет. Я у бабушки выпрошу ссуду. Мне бы с места сорваться удачно. На пристартовый мой капитал. А пока поживу и без дачи. Где добыть непрезренный металл? Свои книги, стихи и ответы Мне издать бы размножить обвально. Но пока только двушки, монеты И энергии том капитальные. Кто возьмется учить толмачам? Переводчикам быть у купюры. Мне долго бы не взять с горяча. Не пойти на подлох авантюру. Честно, праведные деньги нажить. Под халимом не стать рэкетиром. Не точить на соседа ножи. Не стараться под старость. Не расстаться. Не расстаться под старость с квартирой. От отца каждый день доброта. Без блуда сохранил мою свою память. Пусть пока что не голь нищета. Только проблески к цели мечтания. Трудолюбие ризу надену. Разожгу на молитве кадила. Веры крепкой фундамент под стены. Страхом Божьим накроет стропила. Не учите меня воровать. Материнский наказ не позволит. Перед Богом доход не скрывать. Мне порука из детства мозоли. 27 на 5, но второе. Вот о труде. Во славу Божию. Благодарю, братья. Спаси Христос. Слава Христос. Слава Иисусу. Потрудились.